привет орлы и это топ 5 моих целей на 2020 год я вначале просто хотел сделать новогоднее видео новогоднее типа поздравления и в нем рассказать про свои цели на 2020 год цели касаются именно канала то есть я не буду говорить о цели всей там моей жизни это цели буквально на следующие полгода ничего сверхъестественно самые реальные цели просто цели вот важный урок для всех слушайте внимательно цели должны быть реалистичным никогда не нужно ставить цель типа хочу заработать миллион рублей хочу слетать на луну это тупо потому что вы хотите у вас не получится вы разочаровались депрессия нет мотивации суицид ну то есть вы поняли все очень плохо так что не нужно этим не нужно этим бас слушать зря сказал слово на букву с youtube до желтый значок вот кстати проверим вот кстати узнаем сейчас так вот мои цели топ 5 на 2020 самый простой топ первая цель я хочу чтобы у нас было 5000 вообще давайте давайте честно ну 2020 и 19 год был ужасным то есть это был стрёмный год в плане ютуба я практически ничего нового не сделал за этот год у меня крали канал то есть ладно не буду я не буду делать полный список но был очень плохой год в плане ютуба наверное не могу сказать что один из худших но очень близко хотя нет наверное один из худших самый такой большой год в плане ютубовских потрясений самый трудный год из всех годов плане игр тоже полный голяк играть тупо не во что в 2018 было что это были новеллы просто вот игра 2019 в 2018 года жанр там 2017 было резин ты был до этого это тоже аниме было 2016-15 это аниме игры то есть всегда каждый год была какая-то тема каждый год я как-то себя находил этот год 2019 это был худший год то есть просто пустота игр нет ничего интересного я для себя практически не нашел помимо дефстрендинга и то это было скажем так сезонное явление которое вспыхнуло и также погасло как быстро и вспыхнуло так что вот давайте теперь перейдем к топ-5 я просто хотел обозначить что год был не очень но не хочу вас грузить на новый год какими-то вот такими вещами все это он довольно серьезно этот топ так вот первая цель это пять тысяч просмотров на видео стабильно а я знаю вы скажете ну ревген это очень маленькая цель она не маленькая она на самом деле трудно 5000 просмотров стабильно на каждом видео когда-то у меня так было я хочу чтобы это вернулось и эта цель на ближайшие полгода то есть если к июню не получится значит ну значит возвращаемся к инженерной доске и думаем заново что не так что делать это то чего я хочу добиться за следующие шесть месяцев все мои цели в принципе они рассчитаны на шесть месяцев за 6 месяцев должно получиться если получится быстрее хорошо не получится значит я облажался и будем честными это будет плохо будет очень плохо просто такой очень честный топ это очень честные цели на 2020 год и я как бы хочу быть и честен с собой и честен с вами ставить реалистичные цели и показывать на канале как мы вместе их достигаем потому что канал это не просто я это не просто мои какие-то эгоистичные желания что я хочу вот так вот я делаю так чтобы всем нам было хорошо и обратить внимание что я не делаю целей для второго канала по новеллам и третьего канала который просто евгений гест называется потому что их собственно то что будет с этими каналами зависит от того что будет с основным каналом то есть я не могу ставить какие-то цели для тех каналов пока не пойму что с этим будет происходить а там уже посмотрим вторая цель я хочу похудеть до 70 килограмм вот идеально было бы 69 68 потому что мне тяжело даже сейчас я вот сижу в футболке которая не в обтяг ну такая хорошо сидит на мне и я чувствую себя жирным понимаете мне тяжело я все время ощущение тяжесть как вот этот вес он меня обволакивает у меня как будто тянет вниз я из-за него себя чувствую усталым я помню у меня как-то один раз получилось похудеть до 68 я чувствовал себя прекрасно то есть вот было очень легко ты просто идешь я буквально парил знаете как легко было ходить как легко было принципе перемещаться в пространстве думать делать все просто чувствовал себя пушинкой и мне было очень хорошо хотя типа с точки зрения там не забыл как называть как индекс массы тела вот с точки зрения индекса массы тела для меня нормальный вес это там 75 килограмм но и вот я сейчас только вешаю мне это не нравится мне плевать на всякие индексы я знаю что многие есть как бы исследования которые говорят что там типа соотношение роста веса даже если вес чуть больше учитывая что там то может быть подкачано это типа нормально мне никогда не нравилось не быть подкачанным не быть скажем иметь лишний вес мне мне тяжело просто вот с тех пор как я худеющий 14 лет и не с 12 лет я начал сильно сильно худеть со 116 килограмм как-нибудь сниму про это отдельное видео расскажу как я худел я до сих пор не могу дойти до цели 68 у меня было 71 72 73 было но вот 70 взять очень трудно вот не могу такая линия сопротивления 71 и очень тяжело пройти сейчас у меня линия сопротивления 74 тоже пройти не могу не могу опуститься ниже не получается все время съешь что-нибудь там или или просто как бывает все равно даже не ешь ничего просто не опускается ниже веса и типа что делать так вот еще третья цель я хочу поднимать 20 килограмм хочу чтобы моя грузоподъемность общая не там не рука не ног а общая за подъемность моего тела было 20 килограмм сейчас это 15 и то мне очень трудно то есть вот 15 килограмм и я могу нести на спине но меня это утомляет то есть у меня начинают болеть плечи я вот хочу от этого избавиться хочу чтобы 20 килограмм спокойно нести на себе и это было вообще норм то есть ну не не конечно не там не 10 не 15 километров нести на себе 20 килограмм но чтобы я мог спокойно нести 20 килограмм на себе не ощущая какой-то великой тяжести и напряжения вот такая важная цель возможно как только я похудею чтобы достичь этой цели я помимо того что я хочу снова начать активно заниматься отжиманиями качением пресса потому что я последние месяцы как-то на это забил из-за канала то есть я сейчас каждого-то встаю как-то больше сижу за компом и вот не получается это делать в общем хочу снова начать как бы после этого после отжимания там пресса хочу сходить зал хотя пару раз может быть раз в неделю буду ходить зал больше мне просто не нужно я очень быстро массу набираю мышечную и хочу вот дойти до этого уровня который тоже взять очень легко но нужно просто немножко постараться опять же очень реалистичные цели которых легко достичь потому что это лучше чем ставить какую-то безумную цель типа хочу 50 килограмм подымать и типа ну просто нет не нужно мне в принципе отмену цель она должна быть полезно не просто что поставил цель и такой хочу на забыть и должно быть основание у меня есть основа так вот слушай я не объяснил какое потому что я часто ношу знаете много продуктов на спине там молока я просто люблю закупаться в прок закупить молока сок там воду шишкин лес и нести тяжело мне хватает сил ну то есть я могу нести 15 килограмм это уже напряг мне уже тяжело я уже сильно устаю от этого я хочу не уставать собственно вот третья цель сушили это нет уже четвертая четвертая цель хочу стабильно вставать в 7 7 30 утра я уже начал это делать но все равно иногда срываюсь и вот я хочу вставать стабильно в 7 7 30 утра потому что это такой не знаю как это работает может это что-то психологическое но для меня это как такой бустер то есть я когда встаю в 7 30 утра чувствую себя более бодрым более энергичным вы спросите евген как-то вот так много стримишь видео снимаешь сколько всего девочек на самом деле это все магия того что я просто стал просыпаться в 7 30 утра в 7 утра действительно лучше себя чувствую даже если при этом я спал 5-6 часов все равно себя чувствую лучше чем когда скажем проснулся в пол девятого спал восемь часов вроде все значит все по красоте по науке 8 часов поспал должен быть как огурец а в итоге как вялых уец и рифму придумал только что опять же магия вот тоешь поспал 7 часов у тебя и голова свежий все хорошо и тело бодро и и вот я не знаю как как это объяснить может быть это больше психологическая штука что я себя убедил что я себя буду ставить 7 утра я буду себя лучше чувствовать но это место это не важно важно то что ими имеет позитивный эффект имеет ну значит я буду продолжать это делать и вот это моя 4 4 цель если я не ошибаюсь за 4 вставать в 7 7 30 утра дальше и нет вот не 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 нарушать режим ну может быть единственный раз когда его нарушу это новый год новый год это особый святой священный праздник в новый год можно так хотя я не знаю вполне может быть что я сам себе проснулись в 7 утра у меня такое было в прошлом году не мог спать и я такой ну раз встал то ну что делать пятая цель а пятую цель я слушай я не придумал сейчас подумаю расскажу вам сложно описать 5 наверное жить более рационально потому что это очень такой я сейчас объясню это очень такой широкий спектр вещей во первых наверно не меньше тратить время и деньги на какие-то не очень важные вещи потому что последний год и даже на это несколько мне кажется что я много тратил и время и денег на какие-то вещи которые не очень важны и не знаю мало времени с лизой проводил часто покупал какие-то вкусности вместо того чтобы купить например что-то полезное для канала и вот отчасти я про это хотел поговорить про то что я хочу больше вкладывать сам канал по что я задумался что я купил для канала в 2019 году именно вот именно для канала не для себя там не для каких своих удобств а именно для канала и я обнаружил что купил только свет который стоит вон там и так получается больше ничего серьезно вот я только я только сейчас осознал что я купил это а линза для телефона за 200 рублей от все что купил для канала я задумался про это что блин я занимаюсь ютубом целыми днями и это все что я купил для канала пиздец то есть я этот понимать я сейчас сел я только что это осознал в общем моя цель это больше вкладывать в канал то есть вот те донаты которые вы делаете все вот это помимо оплаты каких-то обязательных вещей то есть там счета вот ну то есть вещь от кого нельзя отказаться никак нам есть считать за квартиру за свет за воду за газ за интернет и так далее вот все в этом духе то есть вещи которые обязательно без них не их нельзя не оплатить помимо этого я бы хотел больше вкладываться в канал мне появилась идея вот недавно идеи каких-то костюмов то есть не просто косплеев просто обычный косплеет и к этих косплейщиков их полно то есть я постоянно вижу особенно девушек почему-то вот стримерш который косплеют персонажи из игры я подумал чем и делают это очень качественно я подумал чем пытаться кого-то косплеить что уже стало в мейнстримом я скорее хочу какими-то смешные косплеи понимаете например ты играешь в игру про психбольницу или в какой-то хоррор и я буду сидеть в костюме скажем доктора со стетоскопом или я играю в какой-нибудь шутер и я буду сидеть в костюме полицейского например то есть вот такие вещи которые мне не знаю я все оцениваю с точки зрения мне было бы мне интересно такое увидеть и в принципе мне было бы интересно такое увидеть я бы такое хотел то есть мне не хватает такого канала и вообще я когда что-то думаю вот что новое придумать на для своего канала я смотрю часто думаю блин чего мне не хватает на youtube и чего я не могу для себя найти на ютубе принципе я вообще начинал свой канал с этого что я снимал то что не мог найти на ютубе то есть я снимал те игры и снимал их так, как вот я не мог найти на ютубе. Так что вот, такие планы на 2020 год, причем не на весь, это на половину, это вот просто первая половина, и если с этими планами получится раньше, а очень хочется, я не хочу растягивать, я хочу, чтобы получилось буквально за, там, может быть, месяца два, три максимум, и чтобы уже, скажем, в апреле мы планировали вообще что-то новое и двигались дальше, потому что я просто в какой-то момент задумался, что 2019 год, я хотел снять видео, сказать, что у нас было, какой-то памятный момент 2019-го, и я просто понял, что 2019 был очень скучным годом в плане ютуба для меня, очень скучным, очень унылым, вялым, ничего не происходило, и это обидно, и нужно что-то с этим делать. Понимаете, я не из тех людей, которые ждут, пока что-то само произойдет, как-то само рассосется, я и из тех, кто, что, наверное, странно, потому что я замечаю, что все-таки большинство людей как-то рассчитывают на то, что, ну, все само собой разойдется, надо подождать, надо, чтобы повезло, надо, чтобы там, не знаю, Марс за Венеру залетел, и вот тогда полетит, ничего не полетит, нужно много чего делать, много думать, и тогда полетит. И это то, чем я буду заниматься, собственно, уже с января, то есть, например, в прошлом году я начал год, я считаю, очень стрёмно, то есть, я помню, две недели 1 января, я тупо отдыхал. В этом году все будет иначе, отдыхать я не буду, то есть, уже со 2 января, может быть, не в полную силу, но я начну снимать видео, как обычно, потому что я понимаю, что многие блогеры тупо будут отдыхать, там валятся где-нибудь пьяные под лавкой, я буду треск, как стекло, и буду творить, творить контент. И, кстати, на Новый год я решил, что я не буду напиваться, я чуть-чуть Бейлис попью, и все, то есть, я хочу выспаться, я хочу даже 1 января проснуться, проснуться огурцом, я хочу, ну, я в принципе в прошлом году не напивался, но тем не менее, тоже помню, что что-то спал я не очень. И в общем, вот так вот, хочу начать год правильно, потому что как ты Новый год начнешь, так ты его и проведешь. Говорится как-то по-другому, но мне нравится, как я сказал сейчас. Все, Орлы, рассказывайте про свои планы на Новый год, что вы планируете, планируете или что-то вообще. Планировать выжить в 2020 году тоже правильный план. Немножко скучновато, но кому-то, ну, у всех свои нужды в жизни, кому-то просто выжить надо, так что тоже нормально. Орлы, все, всем пока, я пошел делать видео, потом спать. Люблю вас, держите сердце, вы лучшие. Я уверен, вам мои планы понравились. Я даже спрашиваю, не буду понравились они вам или нет, я уверен, что да. Слушай, звучит как-то очень самоуверенно, не важно. Всем пока. Я пошел. Мы в интернете, мы не прощаемся, увидимся скоро. В следующем видео.